Итак, уважаемые друзья и единомышленники, сегодня я вам расскажу сам алгоритм движения Ubuntu. В чем он отличается от того, что мы уже знаем, имея опыт продвижения досках Lift of Legacy, что здесь мы изменили или разработчики изменили и какие к этому причины были. Начнем с того, что есть дополнительная доска, на которую мы делаем подарок 12 долларов 50. Скажу сразу, это доска без квалификации и это не крайняя необходимость на нее заходить. То есть сам основной путь квалификации и продвижения по нашим доскам начинается с бронзовой доски, где мы делаем подарок на 100 долларов. Но по многочисленным просьбам многих из вас было решено сделать вот эту вот, назовем ее разгоночную доску. Так условно пока. Разгоночная доска на 12 долларов 50. Это для тех, кто может быть не успел выйти по гифту в легенду, чтобы вернуть подарок в свой размере 100 долларов. Это может быть разные страны, которые заработают не такой, как Германия или какие-то в России или в других странах. Ну, по нужде, скажем так. Не будем сейчас говорить, где какие моменты. По нужде, кто хочет, может запускать свое движение на доске 12 долларов 50. Эта доска наполняется в том числе и рандомным путем. То есть где система, те, кто заходит на доску, могут распределяться там на разных, скажем, в разных структурах автоматически. Но я бы не надеялся на именно рандомное распределение. Потому что мы пока из опыта ничего не можем сказать. Это пока только теория. Как она по факту будет, как быстро, так рандомно она будет наполняться, мы увидим. Возможно, она будет очень быстро. Возможно, это где-то будет замедление. Но чего я хочу вам сказать и посоветовать. Если вы решили заходить на 12.50, то там приглашайте также людей. И тем самым вы имеете контроль над вашей доской. И можете там тем же самым путем пригласили двоих. Те пригласили двоих, и те пригласили двоих. Все, вы уже, получается, одну часть доски занимаете. Уже одна сторона вашей команды. Соответственно, на другой стороне рекомендую тоже так же поступать, чтобы максимально быстро можно было закрыть разгоночную доску и выйти на легенду, где вы получаете от дарителей 8 раз 12.50. Это означает, что у нас 100 долларов в этом случае. И этими 100 долларами мы теперь можем запустить наш основной путь, где мы квалификацию делаем. На самой, еще раз, да, вы можете попасть на разгоночную доску только после того, как вас кто-то пригласил. А пригласить вас может кто-то или на бронзовой доске, или на той же самой разгоночной. Только там мы можем генерировать реферальные ссылки и приглашать. Окей. Теперь вы, получается, прошли разгоночную доску, если нуждаетесь в этом, и у вас есть 100 долларов. Вы присоединяетесь на доску бронзовую за своим пригласителем. Потому что если даже вы на разгоночную зашли, вас же кто-то пригласил, да, и, соответственно, он, по всей вероятности, уже, если тоже заходил, допустим, на разгоночную, да, то он до вас легенду закрыл. Так бы по-другому. Сейчас, секундочку. Вот. И на бронзовую вы заходите, короче, за своим пригласителем. Там вы делаете подарок на 100 долларов. Связывайтесь с легендой, делайте подарок на 100 долларов. Там же вы делаете квалификацию. Она вам необходима. То есть это крайне важно, друзья. Понимаете, что на бронзовой доске мы делаем квалификацию, а квалификацию мы делаем, когда на той же бронзовой доске оптимального вида это, когда вы перешли на строители, то есть даритель это 4 слева, 4 справа, или там сверху, снизу, если там с телефона смотреть, крайние места, да, они сделали подарок, середину в легенду. Доска обновилась. Вы передвинулись шагом вперед, стали строителем. Вот здесь под вами два места. Вот эти два места наполняете двумя ваши лично приглашенные. Откуда теперь они могут прийти, эти лично приглашенные? Они могут по прямой регистрации сразу на бронзовую доску прийти, если у них есть эти 100 долларов, да, получается, свободные. И они могут их подарить. То есть мы делаем подарок еще раз. Мы ничего не покупаем, не инвестируем, не делаем вклад. Мы отдали, подарили эти деньги незнакомому человеку в основном. Если у вас этих людей нету, которые на 100 долларов хотят или могут позволить себе то желательное уже на разгоночной доске, да, чтобы за вами уже шла команда, чтобы они сразу же после завершения вашей легенды и получения 100 долларов присоединились на доску, там тоже какое-то время потребует в зависимости от полноты этой доски, сколько людей там есть, сколько свободных мест, и как быстро они наполнятся. Когда вы переходите в строитель, коротко говоря, вы должны под собой, чтобы сделать квалификацию, занять два места. Они могут быть свежеприглашенные сразу на бронзу на 100, или же за вами просто следовать через разгоночную, имея те же самые 100 долларов, заходя на бронзовую доску. Теперь, Марьян, давайте разыграем, если он, или смоделируем, если кто-то зашел на бронзовую доску, сделал подарок, да, понятное дело, но теперь, выходя на легенду, не сделал квалификацию. Что означает не сделал квалификацию? Означает, что нету двоих. А если один есть? Ну, это нету двоих, значит. То есть, если нету двоих, значит, не сделал квалификацию. Даже если одного уже успел пригласить, и он сделал подарок. Что в этом случае происходит? Мы знаем, что на предыдущих досах это было так, что часто, часто, очень часто, даже схемы были такие, что людей просто прокатывали. То есть, был аккаунт без приглашения, его другие команды прокатывали наверх. Как это работает, мы это будем по школе делать. Я думаю, сейчас многие знают, о чем я говорю. И в итоге получала, становясь легендой, этот человек получал 8 раз по 100. Сам ничего для этого не сделал, кроме того, что сделал один раз подарок. И очень многие это считали несправедливым, да, потому что схемы были такие, да, ну, люди там наглые, некоторые были там прям умышленные, говорят, я никого не буду, вот ставь под меня людей и прокатывай меня наверх, если хочешь продвинуться. Разные. Мы же все люди, человеческий фактор, да, мы все учимся, мы все на определенном уровне развития. Если здесь, в Убунту, человек заходит в легенду без квалификации, по правилам, негласным правилам, он получает от дарителей 12 долларов 50 на бронзовой доске. Означает, что он ничего не потерял, но он и не наварился на чужом труде. Он получил свои деньги назад и может просто опять встать на доску, присоединиться к бронзовой доске, привязывать к своему пригласителю, да, его алгоритм ведет на ту доску, где его пригласитель. И там уже завершить свою квалификацию. Если у него один уже был, как вариант, да, то ему нужно второго там зарегистрировать, получается, потому что пол квалификации-то были уже. Если ни одного не было, то, соответственно, нужно двоих уже пройти в квалификацию. Но при этом все остальные участники, да, они имеют, ну, спокойствие. Есть один нюанс, есть один нюанс, но это причина следственной связи, как бы в этом случае нам по-другому это было не решить. С одной стороны, это и мотивация. Давайте еще раз моделируем, или вернемся к этому примеру. Вот она легенда, неквалифицированная стоит. Дарители в этом случае по 12.50 дарят. Дарителям на этом моменте круто повезло, да, потому что их путь на бронзовой доске начинается не со 100 долларов, а с 12.50. Строители, 4 строителя у нас на каждой доске, сверху 2, снизу 2, или слева, или справа, смотря, как смотреть. Какая у них мотивация теперь для своих команд? Больше или меньше? То есть быстрее они наполнят вот эти два свободных места под ними. Если они знают, что вот легенда зашла сейчас, неквалифицированная, легенда знает, что она все не успела, она получит деньги назад, но навара не будет. Тем самым быстрее наполнятся вот эти 4 места слева, 4 места справа, да, и доска обновится, и все пойдут дальше своим путем. Вот. Второй момент, что касается легенды, который был изменен. И это на самом деле мы еще в феврале, в феврале связываясь с Африкой, тогда говорили, да, что это крайне опасаемый момент такой, когда легенда, не сделав квалификацию, или даже сделав квалификацию, ну, когда являются пустые места в дарителях, легенды начали некоторые просто ставить фейковые аккаунты, так называемые пустышки, да, и тем самым, вроде бы они себя тем самым выплюнули, назовем это так, да, из позиции легенды, что она алгоритм как бы заметил, да, что было 8 раз нажата кнопка, получил подарок. У нас же нет денег в системе, да, для тех, кто сейчас может в томике, чтобы вам тоже было понятно, нет никаких платежных, конкретных инструментов, которыми мы должны пользоваться, есть просто личная связь, есть личная отправка денежного подарка в каком виде, либо вы решаете сами, и необходимость при получении подарка нажимать на кнопку, все, система только это фиксирует. Так вот, делали очень многие, что просто, делали липовые фейковые аккаунты, расставляя их по позициям дарителям, и сами себя подтверждали. Сами-то они выплюнулись, но не чувствуя коллективную ответственность за всех остальных на этой доске, подставляли всех, ну, просто умышленно, не думая там, а как они будут продвигаться, да, как у них там, они же тоже хотят идти этим путем, да, из дарителя в легенду. И, друзья, вот тут мы тоже будем учиться, да, развиваться. Это зависит от нашего личностного роста, от нашего отношения к тому, что мы делаем, и отношения к нашему окружению. Но чтобы вообще избавить нас от этой ситуации, легенда, неважно, квалифицирована или не квалифицирована, легенда в позиции бронзовой доски не имеет возможности генерировать реферальные ссылки. Не имеет ни одной. Означает, что она не может ставить фейковые аккаунты. Последний раз, где мы можем делать квалификацию, это на позиции гида. Это предпоследняя позиция для тех, кто новенький сегодня. Это гид, который ведет своих строителей, двоих строителей, которым нужно по два человека поставить. Да, у нас доска из 15 мест, в середине легенда, всем слева, всем справа. Окей. Так, резюмируем бронзовую доску, ну и разгоночную. На разгоночную доску мы попадаем по приглашению, исключительно. На самой разгоночной доске мы можем приглашать людей, чтобы они с нами сразу шли. Мы можем приглашать и больше, не только двоих. Мы можем и 3-4 катого поставить на разгоночную доску по реферальной ссылке, если мы желаем. И сам основной путь с квалификациями начинается у нас уже на бронзовой доске. И очень многие, кто пойдут через разгоночную, как раз получая 8 раз 12,50, имея 100 долларов, запускаются на основном пути. На бронзовой доске мы делаем квалификацию 2 человека, которые сделали подарок на 100 долларов. Если мы не успеваем делать квалификацию, доходя в легенду, то мы получаем свои 100 долларов назад и начинаем на бронзовой доске путь заново, присоединяясь к нашему пригласителю. Легенда на бронзовой доске не имеет возможности генерировать ретеральные ссылки. Окей? Окей. Дальше. Мы теперь на легенде в бронзе получили 8 подарков. Как это было у нас в предыдущем, да, получается, досок? И почему тормозило эту дальнейшую динамику? Мне как-то пригласили на одну, ну, я там немножко так как шпиона, можно сказать, да, я там по другим аккаунтам послушал, как преподносят, там не буду говорить в какой стране, в которой я родился, многие знают, где я родился, но вот в этой стране была такая схема, что лидеры своих обучали не заходить на серебро, а крутиться только на вечной бронзе. То есть у них прям школа прям такая была, ребята, всем запрещаем заходить на серебро. Означально было несколько тысяч людей, которые просто крутились на бронзе, да, тоже как вариант, но я не знаю, какая была причина боязни, да, или там недостаточная открытость как бы до этого движения или разные другие причины, неважно. Дело в том, что это тормозило и лишало, не то, что тормозило, лишало динамики всех остальных, потому что этих несколько тысяч людей не было в дальнейших досках. Они не занимали каждый из них эту нужную ячейку, это же комьюнити мувмент, это движение через людей, да, и каждый из нас это важное звено, очень важное звено для самого себя, но и для всех остальных. Чувствуем, пожалуйста, коллективную ответственность здесь. И не заходя на более высокие доски, мы лишаем всех остальных этой динамики, именно нашей ячейки. Но чтобы не произошло вообще такой момент, да, уже изначально, с точки зрения техники не будет возможно зайти на повторную, в этом случае, бронзовую доску, перед тем, как не был сделан подарок на более высокий. Если берем пример, мы закрываем бронзу, как легенда, получили 8 подарков, 100 долларов, 800 долларов. Из них 400 долларов мы дарим на серебряной доске, нас подтвердил, легенда подтвердила нас, все, система зафиксировала, все, подарок сделан, и только тогда открывается нам вечный путь на, в этом случае, бронзовой доске. Мы можем на эту бронзовую, и дай бог нам, да, именно в этом движении, это очень желаю и к этому стремимся, десятками лет этого крутиться, да, на вечных бронзах знакомиться каждый раз с новыми людьми, каждый, каждый новый круг, новые люди, каждый новый круг, новые люди. Да, и мы повторяем снова и снова, подарили 100 долларов на легенду, уже повторно, когда заходим, получили 800, 700 оставляем себе, опять подарили 100 долларов. Вышли на легенду, получили 800, 700 оставляем себе, подарили 100 долларов. Но при этом самый первый базовый, который ход мы делаем, мы сделали подарок на более высокой доске, на, в этом случае, серебре. Дальше идет тот же самый алгоритм, и те же самые правила. То есть мы теперь на серебре, имея уже динамику, скажем так, принудительная динамика, это для тех, кто может быть хотел бы там ту же самую схему сделать, как было в той стране, не получится. Хочешь двигаться дальше, делай подарок на более высокой доске. Не хочешь его делать, ну, все, значит, остается себе только разгоночная по 12.50, там ты можешь крутиться, как хочешь. Да, остальные доски закрыты. Вот, но я думаю, это будет всем понятно, и мотивация будет, тут тоже ясна, это делать. Теперь на серебряной доске мы проходим путь от дарителя до легенды, тем же самым алгоритмом. Становясь легендой, мы получаем 8 раз 400 долларов, 3200. Из них мы отправляем 1600 на золотую доску. Нас подтверждают, что мы сделали подарок, система зафиксировала это, и только тогда мы запускаем повторно за 400 долларов серебряный круг. При этом у нас остается 1200 долларов в кармане. Когда мы повторно проходим серебряный круг и проходим его второй, третий, десятый, двадцатый, 120 раз, сколько угодно, чем больше, тем лучше, чем больше у нас будет, чем больше мы будем чувствовать нашу коллективную ответственность, быстрее это будет происходить. Но каждый круг на серебре, для тех, кто может ничего не знает, повторный круг, именно вечный, означает, вы подарили 400 долларов, повторно, сделав уже 1600 подарок на более высокий, я как бы подчеркиваю это. Продвинулись из дарителя на позицию легенду, получили 8 раз 400, 3200, из которых вы отправляете 400 опять заново и 2800 оставляете себе. Параллельно к этому у вас бронзовая доска, вечная работа, где вы 100 долларов дарите, 800 получаете, 700 оставляете себе. Бронзовая будет, конечно же, быстрее закрываться, она будет регулярнее закрываться, серебряная может, чуть-чуть дольше будет, но тоже какое-то время будет требовать, ну пусть это будет для кого-то неделя, для кого-то может быть две, для кого-то три, для кого-то может быть месяц будет, на вечных именно имеется в виду, но это 2800, которые остаются у вас в кармане, подарков и новых контактов, новых дружб, отношений и многое другое. Алгоритм дальше, действовать тем же самым способом, да, у нас 1600 подарок на золоте, мы получаем 8 раз 1600, из которых мы дарим на более высокую доску, платиновую доску 5000, и 1600 запускаем повторно, да, и повторно то же самое, это может быть будет закрываться каждые 2-3 месяца, может быть раньше, может быть тоже, не знаю, эта динамика зависит от команды в том числе, но мы получаем 8 подарков на повторных досках уже, на вечных, мы получаем 8 подарков, из них мы 7 подарков оставляем себе и один подарок опять запускаем в работу, да, в движение, вот, 7 раз 1600 остается у вас, при этом у вас серебряная работа работает вечная, при этом у вас бронзовая работа в вечной, наверное, кто-то будет и на разгоночной тоже еще крутиться, да, вот, окей, получили легенду на легенде 1600, 8 раз, сделали подарок на 5000 на платине, да, здесь у нас заканчивался путь в предыдущих досках на платиновой доске, где мы получали 8 раз по 5000, это 40 тысяч, и это был, не заканчивался путь, это первый круг заканчивался, круг, путь-то у нас продолжается каждый раз снова, в нашем случае добавилась одна доска, я хочу вас всех поздравить, особенно тех, кто с амбициями пришел сюда, кто в этом движении видит долгосрочность, кто видит именно особую ценность и хочет помогать людям прийти к определенным пониманиям, знаниям, самочувствию, у нас есть доска называется бриллиантовая, где мы делаем подарок 20 тысяч долларов незнакомому человеку, где такое было, кому я там 20 тысяч долларов уже когда-то дарил, меня брали или забирали, скажем так, было такое дело, именно, ну скажем так, структур, именно финансовых, там разные были моменты в моей жизни уже, но чтобы я кому-то дарил такие большие суммы незнакомому человеку не было никогда тоже, я к этому тоже еще буду расти и приходить, да, и мы это поэтапно, начиная с маленького 12, 50 или 100, ну 100 как минимум каждый из нас должен будет делать, 12, 50 по желанию дарить незнакомому человеку, мы приходим к этому пониманию более высоких подарков, отправлять легко, получать легко, отправлять легко, получать легко, вот к этому пониманию, даже 1600 на золоте, даже, да, или там 400 на серебре, если бы мы за них работали весь месяц, да, если бы мы у нас была там, ну не знаю, в офисе на стройке, там, да, где люди работают в разных местах, мы не могли бы так просто это отправить, потому что совсем другое отношение к этому, но так как мы начинаем с малых сумм и просто через этот умный алгоритм, через вот эту вот математику, передачи, да, вот этих денежных средств, приходим к пониманию легкости, что деньги – это энергия, деньги – это любовь, деньги – это можно назвать как хотим, да, это уже на наше усмотрение, то мы приходим к пониманию отправлять легко и получать легко, и в итоге на последней бриллиантовой доске мы получаем, пройдя ее до легенды, да, и получав, получив 8 подарков, мы получаем 8 раз по 20 тысяч, это 160 тысяч, что мы здесь делаем, мы запускаем этот процесс по-новому, даря 20 тысяч на повторную вечную доску, да, может быть, это будет длиться год у кого-то, может быть, полгода, может быть, я не знаю, два года, да, но такие высокие суммы, ну, конечно, да, к этому нужно прийти, это требует внимания, работы, команды, да, заботы, коллективной ответственности в первую очередь. Вот, по доскам это первый круг, да, который завершается бриллиантовой после самого старта, после самого старта, когда мы уже успешно запустимся, уже все гуд, да, и техники наши могут уже заняться другими делами, будет еще одна доска, будет семь досок, в целом, семь досок, седьмая чуть позже придет, там будут меньше мест, она будет без квалификации, она будет для тех, кто не хочет, не может, не любит приглашать, да, он на сто долларов зашел, просто рандомно его так прокрутило, на выходе он получил 300, да, и может опять в очередь сзади становиться и вот так вот по кругу все время ходить, вот, это будет чуть позже, будем об этом уже обещать, как она работает, ну, чтобы вы просто понимали, да, что еще будет со временем седьмая доска. Теперь, по доскам мы прошли, динамику, да, мы заметили, динамика здесь принудительная такая, можно сказать, по сравнению с тем, что было, то есть, хочешь повторять вечные доски, обязан сделать подарок на более высокий. Задается вопрос, если теперь, может быть, не все созрели, на платину заходить или на диамантную доску заходить, да, из тех подаренных денег, которые мы получили, ну, может быть, еще не доросли до этого понимания, да, или где-то страх еще где-то доминирует, да, что, и они не заходят на эту доску. А теперь, представьте, что это ваш личник, который вот в этом случае просто это моделируем, да, не обязательно, что так будет, может быть, и никогда не будет, но просто оставайтесь и моделируем ситуацию. А у него команда, а вы с этой командой работали, да, вы помогали, развивали, там, учили, там, приглашали, там, на встречи, многое другое. Вот на старом алгоритме, который мы знаем, в этом случае, когда за вами лично, приглашенный не идет на ваши доски следом, а где-то сливается по разным причинам не продолжает этот путь, то было так, что команда на этом моменте разлеталась, то есть звено разлеталось и отправлялась куда-то непонятно куда, даже на чужие континенты, да, где, получается, ваш труд, который был сделан с глубины команды, да, просто ушел кому-то, непонятно кому, кто вообще к этому не причастен. Первое, люди, которые вас видят как лидера, вышестоящего лидера, просто улетели куда-то непонятно куда и теперь не знают вообще куда обращаться, да, и как попасть, как сделать закольцовку назад, да, в свою команду. Это было, друзья, это было, и это было очень печально, и этот момент мы тоже сильно обговаривали, да, и прям подчеркивали каждый раз, но нас не совсем услышали. поэтому здесь мы решаем это по-другому, друзья. Если ваш лично приглашенный, по каким-либо причинам, неважно, по каким причинам, да, это его дело, правило открытых дверей, да, и здесь тоже в этом моменте, он не хочет заходить на более высокую доску, а за ним идет команда, то команда идет к высшестоящему вам в этом случае, и это правило действует до пятого уровня в глубины, просто опять смоделируем, ваш лично приглашенный не зашел на доску, его лично приглашенный не зашел на доску, его лично приглашенный не зашел на доску, его лично приглашенный не зашел на доску, и его, то есть пять уровней в глубины, которые по каким-то причинам не пришли на доску, то уже все остальные будут идти к высшестоящему, который находится на этой доске. Это трудно представить, что прям все пять в глубине не будут идти. Но с запасом, скажем так, с запасом в жизни всякой может произойти. Но вы имеете в этом случае спокойствие и уверенность, что ваша команда, ваш труд, который вы проводите с вашей командой и с глубины работаете, что она будет присоединяться к вашим доскам и будет следовать за вами. И у команды будет всегда уверенность, что у них есть наставник, который заинтересован в дальнейшем продвижении работы с глубиной. Если вдруг теперь кто-то не зашел на доску, его команда, получается, пошла к высшестоящему, а он вдруг опомнился, что же я натворил, что же я так затупил. И разные, может быть, там были какие-то причины, но он вдруг мешает присоединиться снова. Что происходит? Куда он присоединяется? Во-первых, мы присоединяемся в первую очередь туда, где наш вышестоящий, наш пригласитель. По какой реферальной ссылке мы делали когда-то регистрацию, начиная, может быть, с 12.50 даже когда-то. Неважно. То есть, если этот человек, кого команда пошла выше, присоединяется к доске, он присоединяется на ту доску, где его пригласитель. Может быть, как раз в этот момент его команда стоит рядом, в позиции. Возможно, она стоит уже выше его, и он снизу подключился, но он находится на этой доске в первую очередь. Как только его лично приглашенный, который, может, его обогнали, как только они завершают легенду, они опять присоединяются к кому? К своему пригласителю. То есть, закольцовка сразу идет, и те же люди опять идут за своим пригласителем назад и следуют уже за ним. То есть, ничего не потеряно. Если даже кто-то вылетает на какое-то время, потом опомнился, решил все-таки опять подключиться, ситуация в жизни поменялась, или на тренинге побывал на каком-то, который его опять включил в процессе, его там уверенность, его самооценка и многое другое, то он просто подключается. Какое-то время его команда пройдет быстрее какой-то круг до легенды, но она опять за кольцовку проведет за ним, и опять будет за ним пристроена. Это самые важные обновления, которые были здесь сделаны в отношении того, что мы знаем. Еще раз, если мы суммируем, это разгоночная доска от 12.50, это легенда, которая не может приглашать, это легенда без квалификации, которая получает свои 100 долларов назад, это динамика, которая требует, чтобы ты сделал более высокий подарок, чтобы повторить все вечные доски, и это компрессия, которая нам дает уверенность в том, что наша команда и глубина всегда действуют за нами. Ну и позже, когда уже у нас весь процесс запустится, стабильно будет работать, сюда будет уже дополнительная седьмая доска. Теперь о самой регистрации. Сама регистрация требует телефонный номер, email и Telegram-аккаунт. Важно теперь. Telegram-аккаунт обязательно. Без Telegram-аккаунта регистрация невозможна. Почему? Во-первых, это дополнительная сфера безопасности. То есть там будет тоже проходить через бот верификация, что этот аккаунт, он действительный, и там можно в личке переписываться с этим аккаунтом, что это не какой-то бот или еще что-либо. Первое. Это нам необходимо для коммуникации. Статистики тоже, конечно, да, это важно будет. Мы с статистикой будем делиться, да, это все через Telegram можно будет отследить, откуда люди пришли, сколько людей там и так далее, да. Но в первую очередь для нас, для коммуникации, потому что все в этом движении нас мотивирует. На что? На общение. И если у нас нету или не было возможности вот сейчас на предыдущих досках, да, связаться с гидами и строителями, потому что эти данные просто нигде их не достать, то здесь у нас возможность связаться с каждым человеком на доске, на которой мы находимся. Легенда и даритель видят больше, чем только Telegram аккаунт. Они видят и номер телефона, и email, и, ну, в принципе, вот эти данные, да, они видят дополнительно. Все остальные видят только Telegram юзернейм, который будет кликабельным. То есть вы нажимаете на любого участника на доске, на его юзернейм, открывается сразу Telegram, и вы попадаете в личку к этому человеку, и можете с ним уже связаться. Секундочку, я кошку выпущу. Давай, заходи. Или запущу. Вот. Регистрация, email, рабочий email, который будет сразу же подтверждаться, перед тем, как вы вообще зайдете на доску, система убедится, что email действительно, да, то было, кто-то там точку забыл написать, кто-то там буквы перепутал, да, уже в процессе дела, и у нас была большая путаница. Здесь этого не произойдет, потому что изначально должен быть, если вы сделали ошибку какую-то там, случайно там, да, не досмотрели, то регистрация не получится, да, надо будет проверять, где-то что-то там не совпадает, знаешь. На каждый аккаунт, или, скажем так, один юзернейм телеграмовский может быть привязан только к одному аккаунту. Только к одному аккаунту. Номер телефона, да, он может находиться в нескольких аккаунтах. Email – только один аккаунт. Telegram – только один аккаунт. Да, я думаю, кто сейчас думает там, да, разные, скажем, стратегии использовать вам этот, как бы так, на размышлениях. Мы должны с каждым телеграм-аккаунтом, на каждом аккаунте Ubuntu индивидуально подключены быть, да, чтобы можно было выйти на личную связь с каждым. Регистрация проходит. Телефонный номер, email, телеграм-аккаунт. Окей. И завершаю. Завершаю, потом перейдем к вопросам. Завершаю. Вы будете видеть в вашем личном кабинете вашего пригласителя, его телеграм-аккаунт, чтобы можно было с ним связаться. Да, чтобы можно было с ним связаться и там вести там спонсорскую, да, там работу, чтобы он с вами сделал. И вы будете видеть вашу первую линию тоже. Все телеграм-аккаунты, ваши первые линии вы тоже будете видеть, чтобы можно было с ними связаться. Реферального дерева там на всю глубину не будет, только первая линия будет. Но что будет у вас, это в помощь, я думаю, очень полезно будет. Ваша первая линия, как это было раньше, вы работаете с вашей командой, и они говорят, друг подруга, расскажи, как мне тут действовать, присылай скриншот, присылай скриншот, вы уже как-то его ориентируете или ее. В этом случае у вас будет в личном кабинете возможность нажать на ваш аккаунт первой линии и увидеть его доску и расположение этой доски в реальном времени. Соответственно, вам не нужно будет больше с вашей первой линией работать никогда, высылать скриншоты, вы можете со своего личного кабинета просто зайти, посмотреть, увидеть, сразу же проконсультировать и помочь человеку вашему. Так, из важных новостей, из всех обновлений, вроде бы самые моменты я озвучил, кое-какие моменты пусть останутся и будут сюрпризом, будут еще раз подниматься маленькие, но самые важные моменты я озвучил, друзья. Поэтому переходим сейчас к завершающей части, где можно тогда уже 592 человека задавать вопросы.